Здравствуйте, товарищи! Итак, в этом видео я хочу рассказать вам про защиту 3DO, которая установлена непосредственно в моем дорогом экипе от RUKO. То есть я использую экип от RUKO Raptor R, это куртка и штаны. И сегодня я решил их постирать, вот штанишки. Сегодня я решил постирать весь свой экип и вытащил из него защиту. И, пользуясь случаем, решил записать видос на эту тему. Может быть, кому-то будет интересно, что за защита стоит непосредственно в этих вещах. Итак, давайте пойдем, начнем сверху вниз. То есть начнем с плечей. То есть вот этот вот протектор второго уровня. То есть это хороший уровень защиты. Такой достаточно массивный, но при этом очень-очень мягкий. Особенность материала 3DO, что он мягкий, но при ударе он становится жестким. То есть, по сути, ведет себя как ньютоновская жидкость, что-то подобное. То есть вот так вот сидит на плече. То есть очень комфортно, мягко. То есть и достаточно большую площадь защиты обеспечивает. Я уже неоднократно падал на плечи вот с этим протектором, и все было заебчательно. Далее у нас идут локти. Локти тоже, в принципе, большие достаточно, чтобы вы имели представление. Тоже вот за счет своей мягкости очень комфортно. То есть когда ты куртку одеваешь, ты практически не чувствуешь эти протекторы. И спина, естественно. Спина тоже очень мягенькая. Гнется, мнется. Пальчиком, если так вот тык-тык, то все вообще, в смысле, хорошо. В общем, вот такая вот большая спина. То есть это что касается верха. Теперь что касается низа. То есть это вот у нас колени. То есть колени достаточно большие. То есть закрывают большую площадь. И достаточно длинные, что хорошо защищают голень. Если давайте вот просто для прикола, чтобы вы понимали, локоть и колено. То есть колено достаточно большое. И накладки на бедрах. То есть тоже достаточно большие. Комфортные, мягкие. То есть тоже на штанах их не ощущается вообще, как будто их там нету. Но они там есть. И тоже неоднократно уже вручали в бою, так скажем. Падал несколько раз на сторону. Плечо, бедро. То есть вообще отработало четко. И последняя защита, которая установлена именно на куртках рука. Как бы то это защита груди. Она меня выручила буквально 4 недели назад. То есть у меня был такой удар об руль. Именно удар пришелся в защиту. Но за счет того, что удар был сильный. Плюс у меня был еще рюкзак. Видать, меня рюкзаком еще сплющило. И сзади хрустнуло пару рывер. Так что, если бы не было этой защиты, то ущерб моему туловищу был бы гораздо больше. Ну вот, собственно, и все это, все протекторы, что установлены на моем экипе. Это может быть полезно тем, кто, допустим, думает купить или не купить. Допустим, экипрука. То есть экипп не дешевый, скажем так. Очень дорогой из премиального сегмента. Ну вот, я откатал уже в этом экипе довольно-таки прилично целый год. Если в километр аж перевести, то это будет, может быть, тысяч 20, наверное, проехал. То есть ездил в путешествия, в лютый дождь, и в холод, и зимой, и летом, и в жару. То есть в лютую, да. И как бы проблем не испытывал. То есть в прошлом году, допустим, я ездил вокруг Балтийского моря, у меня был трип. И, допустим, в Эстонии я ехал, была очень сильная жара, плавился асфальт. То есть я открыл все вентиляшки. Их там как бы немного. То есть, допустим, на Климовском экипе их гораздо больше. На этом немного, но я не умирал от такой адской жары, что прям вот невозможно ехать. То есть было тепло, но ехать можно было. То есть нормально, комфортно относительно. Экип больше все равно заточен, конечно, под холодную погоду. То есть то, что у него есть подклад, тоже подклад у него интересный. Я про этот экип уже делал обзор, на канале есть у меня, можете посмотреть, кто не знает. То подклад это отдельная куртка, то есть пуховик, отдельный пуховик. Его можно, в принципе, носить как обычный пуховик. То есть как бы два в одном получается. И штаны получаются тоже пуховые. Этот экип очень классно именно этот подклад использовать в палатке, когда холодно. Допустим, ночью, когда температура падает, я, допустим, в прошлом году в Норвегии, я одевал эти штаны пуховые, куртку и потом спальник. То есть мне было настолько комфортно и приятно. И даже если ночью придется там встать, выйти из палатки, чтобы сходить в туалет, то вам все равно будет комфортно и тепло вылезти и залезть потом обратно. Так что вот, собственно, и все. Так.